Ну что, отметили Новый год, отметили Старый Новый год и наверняка у некоторых из вас уже потихонечку чешутся ручки, чтобы начать проращивать виноградные черенки. Так вот, в преддверии сезона проращивания 5 вредных советов, как гарантированно эти самые черенки загубить. Ну, это, конечно, такая немножко шутка. Поговорим о том, чего не стоит делать при проращивании. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Итак, первый вредный совет – начинать проращивать черенки как можно раньше, даже вчера. Чем обычно мотивируют те, кто хочет начать проращивать рано, что у нас еще много времени, да, у растений будет шанс хорошо вырасти, хорошо вызреть лозу в дальнейшем, там чуть ли не год за два мы можем получить. Ну, шансы очень небольшие. Кто-то даже пытается осенью проращивать, и черенки прорастают. Но они, как правило, борются за существование. И до весны, до момента посадки, доживают единицы, причем доживают в достаточно плохом и сломом состоянии. Мы много раз говорили о сроках проращивания, но повторение мать учения, кто-то нас смотрит первый раз, поэтому повторяем, почему так не нужно делать. Ну, во-первых, у растений есть, естественно, цикл покоя. И по-хорошему ему еще нужно спать. Второе. У нас сейчас короткий световой день. Он только-только-только стал удлиняться. И кроме того, что он и так короткий, да, у нас за окном в основном что? У нас пасмурно, у нас темно, серо, да, мы даже днем часто включаем искусственное освещение. Виноград, культура, светолюбивая. Светолюбивая. А если у вас еще и окошко такое, да, там, неюжное, ну, он просто мучается в темноте. Ну, в конце концов, домучается. Третье. Сейчас отопительный сезон. Он у нас может длиться до марта и до середины апреля в зависимости от погоды. Отопительный сезон – это очень сухой воздух. Даже мы, люди, можем это ощущать на себе. Могут быть проблемы с дыханием. У кого они есть, вот у меня есть определенные проблемы с носом. Для меня зима – это вообще сложно, да. Мне становится тяжело дышать. Женщины сильно это могут ощущать по состоянию кожи тоже. Она становится более сухой. И надо более жирная крема использовать. И растения это тоже ощущают. И, как правило, те, кто даже и не сильно рано проращивает, да, ну, в квартирах, потом у нас что появляется? Упырышки на листьях. Это аэдема. И начинаются вопросы. Ой, а что это у меня? Это может тля, это может там филоксера, это может еще что-то. Нет. Это просто физиологическое нарушение, потому что растению тяжело. И кроме аэдемы, вот этого внешнего проявления, поймите, что вот этим листиком, которые только распустились, им очень тяжело нормально работать, потому что воздух в помещении для этого не приспособлен. Конечно, можно говорить о том, ой, можно сделать подсветку, можно сделать облажнение, можно. Вопрос, нужно ли стоит ли овчинка выделки. Исходя из нашего опыта проращивания огромного количества черенков, да, и не один год, я вам скажу так, что овчинка выделки не стоит. Следующий момент, опять же, касаемо раннего проращивания, чуть-чуть промахнули с составом грунта. Если растение в нем мало проведет времени, да, то, ну, оно может сильно оттуда не почувствовать. Но если вот, к примеру, да, даже в начале февраля вы начали укоренять, примерно через три недели она уже укоренилась, то есть, март-апрель, там, середина, а то и целый май, три месяца, вот это растение у вас мучается. В этой небольшой емкости, да, которую мы садим, где тяжело поддерживать влажность. Чуть перевлажнили плохо, бывает, что пересушили плохо. Вариантов может быть куча. Не попали в состав грунта, тоже плохо. Какой-то год, вот у нас прямо видно было, что, например, один сорт. Вот вообще классно, шикарно, большая саженца, красивый, красивый лист, чисто, все замечательно. А другой сорт почти полностью погиб. Потому что для него этот грунт не подходит. Растение еще маленькое, ему очень сложно. Поэтому не спешите проращивать. При хороших условиях, даже если вы в мае посадите черенок в землю, если вы ее хорошо, правильно подготовите, да, то у вас нормально все вызреет лоза. Но если вы боитесь, что не вызреет, то проращивайте где-то, ну, начало апреля, середина апреля. Вот это будет такой оптимальный срок, да. Черенки уже прорастут, да, их можно будет посадить в борошочки, но уже у нас светло, уже могут отключать отопление, уже мы больше проветривание какое-то делаем, да, меняется в состав воздуха в помещениях. Потому что сейчас от того, что я там открою на 5 минут окно, когда я его закрою, все, батареи опять начнут работать, и от этого маленького проветривания никакого толку не будет. Когда это апрель, конец апреля, бывает там уже хорошая теплая температура, то есть создать хорошие условия гораздо легче. И тогда растение, вот это маленькое, оно не будет тратить силы на то, чтобы выжить, а как раз-таки будет расходовать свои ресурсы на нормальный рост. И еще помните, что когда вы выращиваете вот этих малышей в горшочках, опять же, в домашних, в квартирных условиях, а потом их переносите на свободу, скажем так, да, то это будет период адаптации, им будет тяжело. И вот чем растение больше, тем ему это будет сделать сложнее. Да, опять же, можно там носить, закалять по минутке, по две, туда-сюда, но это если у вас есть время, возможности на это, а это есть не всегда, с одной стороны, с другой стороны, но все равно, поймите, что как бы вы ни закаляли, чем больше будет зеленая масса, тем все равно сложнее растение будет перемести, вот это самое перемещение в другие условия. В конце концов, хотите, да, наверстать время, хотите, ну, ускорить, вот когда вы его в открытый грунт посадили, никто не мешает сделать, там парничок маленький, не очень маленький, какой-то временный, да, и это создаст хороший микроклимат, это даст дополнительное тепло, и таким образом растение будет лучше расти, да, и будет больше шансов и возможностей вызреть лозу, ну, и прекрасно как бы сформироваться и уйти в следующую зиму. Переходим ко второму вредному совету. Со сроками мы так немножко больше уделили внимание, чем может быть нужно этой теме. Итак, второй совет. Использовать всяческий укоренитель, особенно народное, мёд, ивовая вода, картофельные ростки, напомню, это вредные советы. Для сомневающихся, в прошлом сезоне мы делали эксперимент, укореняли обычная вода, талая вода, картофельные ростки, и ивовая вода, и картофельные ростки. она может укоренять. Оно может укорениться. Но без него оно укореняется ещё лучше. То есть, вот эти вот танцы, они просто бессмысленны. Ну, а если что-то там с черенками не то, если вот хорошие черенки, задержка в укоренении, то если там вдруг что-то не то, ну, они могут не укорениться. То есть, это абсолютно вообще бесполезно. Что касается химических укоренителей, их превеликое множество, это там и клонокс, и клонфикс, и гетерооксиновая кислота, и ризопон, и ещё много-много-много всего. Корневин, корень супер. Использовать их можно, но очень-очень осторожно. Объясняю почему. Это гормональные препараты, принцип действия у них примерно одинаковый. Виноград и так замечательно укореняется без этого всего. Ну, бывают, конечно, некоторые сорта тугодомы, да, может быть, какой-то где-то немножко перекос, но если мы переборщим вот с этим агентом, да, с корнестимулятором, то мы можем получить обалденно классную метелку корней. В интернете полно этих картинок, прям бабышки такие, там прям разорваны, всё там, они корни. Ну, это будет полка с корнями. Потом не откроется почка, либо даже почка может открыться, но потом это растение погибнет. Поймите, там важно равновесие. Мы укореняем вот такой, ну, вот такой кусочек, да, ну, пусть вот такой кусочек. Там определенный запас питательных веществ, определенный запас веществ, из которых строятся, да, крышки, листики, всё остальное. И если мы этот баланс нарушаем, ну, всё, оно не может дальше нормально расти. Поэтому очень аккуратно. Если сомневаетесь, честно, лучше не используйте. Мы в последние несколько лет отказались вообще от каких-либо корней стимуляторов, хотя раньше использовали, довольно неплохо. Ну, смотрели, что без них тоже всё замечательно укореняется. Важна дозировка, да, и такие сильные препараты, как клонекс. Я не помню, или 1 к 50, или 1 к 100. То есть, большое какое-то разведение, вот оно работало нормально. Есть тоже ролик, пару лет назад я снимала. Кому интересно, ссылку я отставлю. Ну, смотрите, ещё такой момент, то есть, разные сорта тоже могут по-разному среагировать. В идеале, если есть на чём поэкспериментировать, то вот сейчас время экспериментов. Как раз вы сможете посмотреть результат, как до чего, да, а потом начать укоренять основную массу, как раз таки вот, примерно к апрелю. Но если экспериментировать не на чём, черенки дорогие, редкие, вы их там с трудом достали, честно, лучше без всего. Просто обычное укоренение, и тогда всё будет хорошо. Ну, по крайней мере, рисков меньше, хотя казалось бы, да, мы должны помогать, но не всегда это работает в нужную сторону. Третий вредный совет, это выбрать какой-нибудь самый простой способ, типа завернуть черенки в газетку, или там в тряпочку, в пакетик, куда-нибудь на шкаф закинуть. Ну, вот, наверное, в 9-10% там всё благополучно загнётся. Почему? Потому что вот эти тряпки и газетки, на самом деле, очень плохо держат влагу. И либо там будет слишком мокро, да, либо там будет слишком сухо, недостаточно для проращивания, и всё это может благополучно там на шкафах и засохнуть. К тому же, оставшаяся часть черенка, то есть мы же закутываем не весь, а только часть, оставшаяся часть на сухом воздухе, тоже будет благополучно пересыхать. Поэтому так делать я не рекомендую. В чём рекомендую проращивать? Тут, конечно, хозяин-барин, тоже кто-то считает, что самый простой способ проращивания, это проращивание в воде. Наши многолетние эксперименты показали, что в воде черенки укореняются несколько хуже, чем во влажных субстратах. Но во влажных дышащих субстратах не тряпки, ну, там, с газетками, а опилки, либо это может быть кокосовое волокно. В нём тоже замечательно укореняются, но тут уже, как говорится, можно смотреть, что дешевле, что доступнее. Кто-то использует различные, перлиты, вермикулиты, ну, в принципе, это примерно то же самое. Вот наш опыт показал, что в них укореняются лучше, в них укореняются быстрее, в них больше процент укоренения. Чуть-чуть отвлекусь, да, часто вам обещают стопроцентное укоренение. Процент укоренений зависит от выборки. Да, если там пару черенков, то можно получить и стопроцентное укоренение, можно получить и стопроцентное неукоренение. Когда укореняешь большое-большое количество, то знаешь, что всегда есть какой-то небольшой процент выпада, но, к сожалению, так бывает даже очень классных, качественных черенков. Все, отвлеклись, возвращаемся к нашим баранам, к нашим черенкам. Так вот, ну, лично наш выбор это влажные среды, вот такие вот воздушные. Опилки, кокос, что-то такое. Вода чуть хуже, но, в принципе, там тоже неплохо укореняется, и чем вот эти тряпки с газетками, да, то лучше поставьте в воду. Но тоже имейте в виду, в воде бывает так, что черенок живого начинает хорошо расти в верхней части, а корней может и не появиться. Такое тоже бывает. Как бы обращайте на это внимание и будьте к этому готовы. Все, такое бывает. Касательно проращивания вот в этих субстратах, о которых я говорила, да, опилки и кокос, там тоже важно, чтобы влажность поддерживалась, то есть иногда ее надо проверять. Ну, мы как делали в пакетике, я завязывала. И тоже, смотрите, если слишком сухой воздух в помещении, подумайте, как сделать вокруг какое-то увлажнение, потому что тоже так может произойти, что корешки пойдут, а почка пересохнет. Кстати, не обрезайте нижнюю почку. Не надо. Потому что в случае, если вот так вот что-то пойдет не так, пересохнет, то нижняя у вас останется и пойдет в рост. Следующий вредный совет, но это, скажем, уже так, для продвинутых пользователей, это использование кельчеватора с повышенной температурой. Вот это важно, чтобы вы понимали, что именно с повышенной. Что такое вообще кельчевание? Для тех, кто не знает, это создание разницы температур на пятке черенка, то есть на нижней части, где у нас образуются корешки, и на верхней. Там, где должна прорастать почка. Сверху у нас должно быть голова в холоде, ноги в тепле. Все просто. И вот тут в чем опасность. Рекомендуется вообще кельчевание от 20 до 25 градусов. Ну, даже 25 для некоторых сортов может быть высоковато. Вот 24. Не выше. Вот это важно. Потому что, если вы ставите температуру выше, что у нас получается? У нас образуется каос. Это такая раневая ткань, такие белые наросты, и они образуются прям вот такими большими-большими наплывами. И это плохо, потому что вот этот каос в дальнейшем препятствует образованию корней. Бывает, конечно, если черенок сильный, у него много-много энергии, то потом корешки в этот каос они не пробьют. То потом корешки могут появиться чуть выше. Вот этого нароста, но их, как правило, появляется меньше. Ну, оно мешает. И если вдруг у вас появилось, да, я уже чуть-чуть отвлекусь, обдерите. Просто вот так вот отщелкните и всё. уберите вот эти наплывы. Но им способствует высокая температура. И смотрите, ещё что важно тоже. Мы используем кельчеватор. Но заметили, что на разных сортах тоже бывает по-разному. Есть сорта, которым надо чуть ниже температура. Поэтому 24 возьмите за верхний предел. Всё. Выше не надо. Пусть лучше процесс идёт чуть медленнее, но опять же, вы не загубите, да, свои черенки. И ещё, если вы используете кельчеватор, обязательно следите за влажностью. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Бывают разные устройства, там разные терморегуляторы. Ну, много-много чего разного будет. Важно одно, чтобы вы проверяли влажность. Бывает так, тоже там самое простейшее устройство, чего-то там насыпали, там песочка, мха, неважно. Что снизу у вас сухо, а сверху влажно. Понимаете, нагревательный элемент снизу. И в итоге ваши черенки благополучно поджарятся, ну, и превратятся в дрова. То есть, имейте это в виду. Изначально, когда будете ставить, подумайте, да, и проверяйте. Вплоть до того, что проверяйте каждый день, по крайней мере, в начале, тогда вы будете понимать, что вообще происходит, все ли идет так, как надо. Поэтому, опять же, кельчевальный процесс хороший, замечательный, он нам помогает, он ускоряет процесс, хотя тоже укоренение может идти и без него, но просто будьте аккуратными с температурой, но затем, в зависимости от того, как вы там проращиваете, возможно, еще потребуется и контроль влажности. И последний вредный совет это длительное вымачивание черенков. Ну, все мы знаем, да, что при подготовке к укоренению черенки неплохо было бы вымочить и даже хорошо. Сроки этой вымочки как бы сильно отличаются рекомендацией. И тоже в прошлом году мы ставили эксперимент, вымачивали 6 часов, 2 суток, ну, там побольше, побольше. Все, что больше 2 суток, хотя там черенки были разные, тоненькие, может, где-то и подсохшие. Так вот, то, что больше 2 суток, там хуже был процент укоренения, а прорастать первыми стали черенки, проклевывались почечки, там в дальнейшем тоже было укоренение на воде, первыми стали проклевываться почки и прорастать черенки, которые вымачивались всего лишь 6 часов. Ну, то смотрите, надо оговориться, что, конечно, зависит от того, мы там еще проращивали на воде, да, если бы мы проращивали в каких-то таких влажных средах, возможно, там чуть-чуть, что-то бы поменялось, но больше 2 суток точно вымачивать не нужно. А в принципе, если у вас нормальные черенки, нормально хранились, и все с ними было хорошо, то достаточно будет даже 6 часов. То есть, длительная вымачка, это плохо. Кто-то связывает это с тем, что вымываются питательные вещества, не совсем, наверное, с этим соглашусь, но то, что длительная вымачка плохо, это факт. Все. Поэтому не надо этого делать. Если черенки, там, вы видите, да, что они совсем подсохшие, ну, двое суток, это все потолок. Больше, больше не надо. Но если все нормально, то из 6, ну, сомневайтесь, с 12 часов будет более чем достаточно. Даже, смотрите, когда мы, например, делаем прививки летние, уже можно сказать, в начале лета, черные, зеленые, и хранится черенок, ну, вымачиваем там буквально совсем чуть-чуть. Поэтому, особенно, если будете проращивать на воде, то не усердствуйте. С вымачиванием это ни к чему, а может даже и навредить. Надеюсь, ролик был вам полезен. Ну, самое главное, не спешите. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом. Нажав кнопку, еще будут ссылки на другие полезные видео, о которых я сегодня упоминала. Ссылка на каталог наших сортов, винограды и наши контакты. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!